Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Ирина Звягинцева. Коротко о главных темах выпуска. Темнота друг молодежи, но не тогда, когда это причиняет дискомфорт. На протяжении долгого времени в одном из дворов Южно-Сахалинска отсутствует достаточное освещение. Как будут разбираться с этой проблемой, вы узнаете в нашем сюжете. Сохранение исторической памяти о героических и трагических страницах Сталинградской битвы напомнили в общероссийском движении Народный фронт. Советская армия 2 февраля 1943 года обеспечила начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Об этом событии расскажем в центре внимания. 27-е по счету испытания и 27 участников. В Южно-Сахалинске открылся ежегодный конкурс «Педагог года 2024». И об этом расскажу я, Евгений Коньков. Для воспитанников подготовительных групп детского сада в Смирных теперь будут проводить экскурсии в школу. Такое поручение дал глава региона, который посетил район с плановым визитом. Валерий Лимаренко побывал в местном краеведческом музее, где ознакомился с экспонатами и деятельностью волонтеров. В социальном магазине губернатор пообщался с покупателями и узнал, довольны ли жители поселка работой торговой точки. Также губернатор поговорил с жильцами образцового подъезда и посетил детскую школу искусств. Обо всем мы расскажем подробнее в следующем выпуске программы «Центр внимания». На юге Сахалина продолжается ликвидация последствий январского циклона. Основной фронт работ дорожных служб – расчистка второстепенных городских улиц, остановочных пунктов и тротуаров, а также вывоз снега. С рабочей проверкой снежный полигон посетил мэр Сергей Нацадин. Посетили полигон. Вот сейчас, безусловно, большая нагрузка идет. Снега много в южном Сахалинске. И идет круглосуточный вывоз снега. Сейчас заканчивается уже в целом, как мы говорили, расчистка города. Все школы начали работать. Вместе с тем есть определенные недостатки. Ну, что, в общем, естественно. То есть где-то что-то надо расширить, где-то там портуар доделать. Контроль не снимаем. То есть режим сложный. 24 на 7 все работают. Сегодня за ночь принято 83 тысячи кубов снега. Работа организована круглые сутки. Постоянно в пределах 10 единиц работает бульдозеров. Снежный полигон может вмещать более 3 миллионов кубов снега. На данный момент на территорию вывезли почти половину этого количества. Жители двух домов на улице Ленина областного центра вынуждены ходить почти вслепую по темному двору. Здесь нет ни уличного, ни подъездного освещения, что создает существенный дискомфорт для проживающих. Несколько фонарных столбов ситуацию не спасают. В чем проблема и почему она возникла и как ее решить разбиралась моя коллега Татьяна Барашкова. Этот сюжет можно начинать как известную детскую страшилку в одном темном-темном дворе. Жители домов на улице Ленина привыкли, что идут на работу, ничего не видно. И возвращаясь домой наблюдают такую же картину. На придомовой территории установлено несколько фонарных столбов, но большая их часть расположена с внешней стороны, освещая лишь заезд во двор. Почти кромешная тьма таится в глубинке, куда выходят два первых подъезда дома 218А. Выхожу рано утром на работу и хотелось бы, конечно, освещение, потому что все равно страшновато выходить, темно. И также возвращаюсь по темноте. В 2017 году в этом районе делали капитальный ремонт. В ходе работ возвели новую детскую площадку, поменяли фасады домов. Но ложкой дегтя в этой бочке меда стали последствия, погасшие установленные ранее фонари. Почти сразу после ремонта несколько из них перестали работать и как назло в глубине двора. По словам управляющей ТСЖ Натальи Волковой, с того момента они ни разу не загорались. Во время гарантийного срока капитального ремонта двора мы обращались по ряду недостатков, которые были допущены как во время работы, так и, соответственно, в процессе эксплуатации были выявлены. Это один из них. Добиться каким-то образом ремонта этой линии очень сложно, потому что электросервис кивает на ФРС, ФРС кивает на электросервис. По словам Натальи, на подъездах домов установлены прожекторы. Однако в некоторых подъездах сами жители их не включают, а в других неизвестные порвали провода от электрических приборов. Причем в расположенных рядом дворах с освещением все в порядке. Жители темного двора по-доброму завидуют своим соседям, ведь здесь на подъездах имеются специальные лампы. Они освещают придомовую территорию настолько хорошо, что и не нужны фонарные столбы. В компании электросервис заверили – свет будет. Однако ситуацию осложняют автолюбители. Ситуация, нам известно, находится под контролем еще до введения ЧАЭС. Но дело в том, что до введения ЧАЭС произвести ремонтные работы не представилось возможным, так как парковка автомобилей, личного транспорта не позволила разместить автогидроподъемник. Сейчас сотрудники электросервиса ждут, когда двор полностью расчистят от снега после метели, и местные жители уберут автомобили. Татьяна Барашкова, Константин Киндюк, телекомпания ОТВ. На Сахалине появится 22 новых общественных пространства. Скверы, набережные и парки будут созданы благодаря реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Его инициировал президент России Владимир Путин. Обновленными пространствами для прогулок смогут похвастаться Невельск, Смирных, Южно-Сахалинск и село Тройское Анивского района. В областном центре построят сквер защитников Отечества, за который в прошлом году проголосовало большинство островитян. На сегодняшний день уже приступили к контрактации по всем общественным пространствам. И с наступлением теплых весенних дней начнется уже непосредственно работа по общественным пространствам. Важен еще один момент, что сейчас развивается внутренний туризм внутри нашей области. И здесь очень приятно приехать в другой муниципалитет. И там увидеть какое-то такое муниципальное пространство, которое формирует их облик. Весной начнется голосование за новые проекты. Самые лучшие получат право на реализацию объекта, за которые жители региона смогут дать голоса предварительно отобранным. На полигоне Успеновские минометчики Восточного военного округа отработали уничтожение мишеней, имитирующих легкую бронетехнику и живую силу условного противника. Согласно поставленной учебно-боевой задаче, минометным расчетам было необходимо поразить цели на расстоянии свыше двух километров. Сегодня мы производили стрельбу из миномета 120-го калибра по условному штабу противника. Цель поражена, цель достигнута. В целом военнослужащие успешно провели разведку, организовали маскировку огневых позиций, отработали взаимодействие через средства связи и корректировки управления огнем. По результатам занятий подразделения продемонстрировали высокий уровень подготовки, они успешно выполнили все поставленные задачи. В Сахалинском отделении Общероссийского народного фронта состоялась тематическая встреча, посвященная годовщине Сталинградской битвы. На ней собрались историки, волонтеры, представители поисковых объединений и ветераны СВО. 2 февраля 1943 года советская армия разгромила под Сталинградом немецкие войска, тем самым обеспечив начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. При Сталинграде, по сути, получили новое лицо солдата, то есть солдат, который не отступает ни шагу назад, который идет только в победе. И еще один такой интересный факт, что в доме Павлова, то есть они больше 50 дней держали оборону. И самый значимый и интересный для меня факт, это было то, что было 25 человек, которые держали оборону 11 национальностей. Уроки истории нужно помнить еще со времен школ, потому что именно в школе нам рассказывают, именно как наши прадеды и отцы воевали в это жестокое время. Такой формат лекций с обсуждением памятных дат будет продолжаться. До этого народники напомнили молодежи об истории образования Сахалинской области. В Южно-Сахалинске стартовал конкурс «Педагог года». В течение недели воспитатели детских садов и учителя школ областного центра будут выяснять, кто из них лучше и кто представит Южно-Сахалинск на следующем региональном этапе. Позади остались видеопрезентации и педагогический диктант, впереди мастер-классы и открытые уроки перед незнакомыми учениками. Все подробности у Евгения Конькова. Танцы, поздравления, напутствие и много цветов. Муниципальный этап конкурса «Педагог года» пошел по Южно-Сахалинску, лишая сна и покоя его организаторов и участников. В этом году в проведение праздника вмешалась магия цифр. Впервые за 27 лет проведения конкурса набралось такое же количество педагогов, претендующих на звание лучшего. Символическое количество участников, их тоже 27. А так получилось из 27 образовательных учреждений города. Конкурс из года в год повторяет друг друга, но появляются новые конкурсные испытания, где педагог может показать себя с каких-либо сторон. Поэтому этот год не исключение. В этом году наши педагоги писали педагогический диктант, посвященный году семье, то есть на тему, посвященную году семье. В течение конкурсной недели южно-сахалинские педагоги дадут мастер-классы и открытые уроки. Также впереди у них презентации программно-методического комплекса, организация воспитательного события, прохождение профессионального квеста. Учитель истории из первой школы Надежда Ростова считает, что самое сложное испытание – это ведение урока в чужом классе. Зато педагогический диктант Надежда Сергеевна написала без проблем. И есть все основания думать, что и занятие пройдет на ура. Для меня, как представитель, наверное, гуманитарного направления, это было достаточно легко написать. Мы получили умные мысли от Льва Николаевича Толстого и должны были суммируя его знания, свой педагогический опыт, в частности, привнести для того, чтобы дать ответы на очень интересный вопрос. Все 27 лет конкурсантов оценивали сразу несколько составов жюри. Большое, альтернативное, предметное и детское. В этом году появилось еще одно. Впервые судить участников будут еще родители. Это председатели школьных советов. Всего в муниципальном этапе пять категорий. Помимо традиционных, учитель и воспитатель года есть лучший педагог-дефектолог и педагог дополнительного образования. Победители примут участие в региональном конкурсе. Евгений Коньков, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. В парке «Россия. Моя история» открылась экспозиция, посвященная развитию системы образования. На интерактивных стендах демонстрируются материалы разных временных периодов. Выставка «Просвещение. Большие перемены» проходит в 27 регионах нашей страны. Основная аудитория – это старшеклассники и их родители. Проект призван помочь определиться с выбором будущей профессии. Первыми гостями стали подростки, решившие стать учителями. Будущие абитуриенты поучаствовали в викторине и прошли тест на профориентацию. Сегодня в ходе открытия выставки нам показалось правильным. Первыми пригласить на нее тех ребят, которые выбрали нашу замечательную профессию, педагогов будущего. И с удовольствием представили, в том числе я, как, наверное, живой свидетель всех тех преобразований, которые проходили с 90-го года. Мероприятие очень интересное, и я думаю, оно очень важно для нас, чтобы понять, каким педагогом мы хотим стать, и зачем мы вообще идем в эту профессию. Ознакомиться с экспонатами выставки могут все желающие, и она будет работать до 24 марта. Самая массовая гонка любителей зимних видов спорта «Лыжня России» стартует уже совсем скоро. В этом году мероприятие посвятили 80-летию снятия блокады Ленинграда. О том, сколько сахалинцев подало заявки, нам рассказал начальник отдела регионального центра спортивной подготовки Никита Гринник. Запись беседы смотрите прямо сейчас в рубрике «Гость студии». Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Наша страна готовится к большому спортивному событию «Лыжней России». Сколько лет уже проводится мероприятие, и какой опыт в Сахалинской области? Да, мероприятие, всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» это действительно традиционное для Российской Федерации мероприятие, для Сахалинской области. И на территории всей России это мероприятие пройдет уже 42-й раз. И, конечно же, Сахалинская область тоже традиционно присоединяется к этому большому крупному событию, как большой региональный старт мы делаем каждый год, так же и в каждом муниципальном образовании Сахалинской области это мероприятие проходит. Где пройдет старт у нас в Сахалинске, и какие дистанции готовят организаторы? Да, региональный старт мы планируем провести в селе Троицкое на базе спортивной школы Анивской. То есть традиционное место, оно не поменяется. Все, кто у нас участвует, они уже знают, что это за место, как там проходит трасса, как она подготовлена. И в этом году мы подготовили различные дистанции для наших участников. Это дистанции в 200 метров, 500 метров, 1 километр, 5 километров и 10 километров. И, конечно же, так как этот год президентом Российской Федерации объявлен годом семьи, то мы ввели в этом году новшество. Это семейная дистанция 200 метров, в которой может пробежать мама и ребенок, либо папа и ребенок. А второй родитель может поболеть или поддержать также своих участников. Кто может принять участие? Какие возрастные категории ожидаете? Принять участие может абсолютно каждый желающий, который получит допуск врача к занятиям физической культуры и спорта, возраст от 3 до бесконечности. Главное, чтобы человек понимал свою физическую форму, заявился на дистанцию и был полностью уверен в том, что он дистанцию пройдет. Мы не требуем от участников показания каких-то сверхрезультатов. Для нас самое главное – это участие. То есть можно пробежать, пройти. Главное – добраться до финиша. Какое количество участников вы ожидаете в этом году? В этом году традиционно мы ожидаем около 2000 участников. Если говорить про тех, кто пришел поддержать, про семьи, друзей и так далее, которые не бегут. Но участвуют, поддерживают, болеют. То это тогда около 3000 человек мы ожидаем на площадке. Это традиционно. А если мы говорим про всю область, то это порядка 6500 человек. Гостей с материка ожидаете как участников нашей Лыжни России? Конечно, ожидаем. Потому что Сахалинская область – это туристически привлекательные регионы. Как раз сейчас идет самый сезон туристов. Поэтому те люди, которые приезжают на горный воздух посетить объект, покататься на горных лыжах, они, конечно же, принимают участие и в Лыжне России. То есть в первую очередь это Дальневосточный округ, это Приморье, Хабаровский край и так далее. Как и где можно зарегистрироваться на соревнования? Конечно, в первую очередь регистрация проходит на сайте Госуслуги. То есть сервис Госуслуги в этом году Министерство спорта Российской Федерации запустило возможность зарегистрироваться на Лыжню России, а именно через Госуслуги. И к тому же первые 600 человек, которые у нас зарегистрировались на Госуслугах, они получают у нас шапочки Лыжни России, то есть сувенирную продукцию. А также есть ссылка на регистрацию на сайте Министерства спорта, Центра спортивной подготовки Сахалинской области. По этой ссылке это Яндекс.Форма, ее достаточно заполнить, указать возраст, пол, выбрать дистанцию. Собственно, нажать «Я готов принять участие в мероприятии», и вы на это мероприятие онлайн зарегистрированы. Конечно же, потом уже нужно будет пройти на регистрацию и получение номеров. Ну вот где получить номер участника, расскажите. В этом году у нас номер участника можно получить на базе спортивной школы Олимпийского резерва по зимним видам спорта. Это лыжебиатлонный комплекс «Триумф». И также номера можно получить на базе Троицкой, Анивской спортивной школы в селе Троицком, там, где будет, собственно, сам старт. А тоже там же, в здании спортивной школы, номера можно получить. Давайте, а приятном? Подарки, призы? Победителям что ожидается? Да, на «Лыжне России» у нас традиционно проходит лотерея, это розыгрыш призов. Да, несомненно, одним из традиционных партнеров мероприятия остается ДСААФ, который на мероприятии разыгрывает права, да, то есть бесплатно можно отучиться на права. И также очень много-много-много партнеров, всегда на «Лыжне России» у нас подключается, это различные сертификаты, да, на магазины, услуги, там, на пиццу, на кофе и так далее. То есть очень-очень много всего ребятам можно будет выиграть. И, конечно же, от партнеров предусмотрены специальные призы для победителей и призеров этого мероприятия. Для болельщиков, которые будут стоять на финише, ждать своих спортсменов, будет ли какая-то развлекательная программа, может быть, горячий чай или что-то еще? Ну, конечно, для болельщиков, которые будут поддерживать спортсменов, да и для самих спортсменов, у нас традиционно есть в первую очередь эта солдатская каша, да, которая 68-мой армейский корпус нам всегда помогает в проведении этого мероприятия. Конечно же, это будет кофе, это будут различные коммерческие точки, продажи шашлыка и так далее, и тому подобное. И также для тех, кто не задействован в «Лыжне», но будет на мероприятии, у нас предусмотрена программа «Веселые старты», то есть на надувных фигурах можно будет также посоревноваться, пока ждем своих друзей на финише. Можно будет развлечься, согреться и не мерзнуть. Никита, я благодарю вас, что вы пришли к нам сегодня в студию. Всего доброго, до свидания. Спасибо, до свидания. Это еще не все новости выпуска, смотрите далее. Нет чувства пули искренней, в чем любовь к еде. Совершить гастрономический тур, не покидая Сахалины, теперь возможно в рамках кулинарного лагеря, который собрал под свои крыши поваров мирового уровня. А подробнее о мероприятии смотрите далее. На Сахалине впервые пройдет чемпионат и первоество Дальнего Востока по карате Кио Кусинкай. О том, как проходит чемпионат, смотрите далее в нашем сюжете. Ответственность за преступления террористической направленности. Организация и участие в деятельности террористической организации. От 10 лет до пожизненного лишения свободы. Финансирование терроризма и вербовка. От 5 лет до пожизненного лишения свободы. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, ее оправдания и пропаганда. До 7 лет лишения свободы. Не сообщил о преступлении террористической направленности, сел в тюрьму. Будьте бдительны, будьте осторожны. В островной столице собрались повара мирового уровня, которые будут делиться секретами мастерства как с профессиональными кулинарами, так и с жителями региона. Цель большого мероприятия – слияние лучших традиций, самых разных кухонь мира и обмен уникальным опытом. Для этого в Сахалинской области открыли первый гастрокэмп. Все подробности у Эльвира Хан. Экономист и амбассадор перуанской кухни в одном лице. История Рашида Рахманова поистине увлекает. Мужчина имеет два диплома по направлению финансовое дело, но ни дня не проработал по специальности. Вместо этого приехал в Москву на учебу и одновременно начал свою карьеру повара. Кулинарное образование Рашид получил в Перу, где он открыл для себя мир южноамериканской кухни. А последние два года он работает в разных странах и возглавляет сеть ресторанов на Мальдивах и в Дубае. Сахалин – это же уникальный такой синтез нескольких культур. У вас большой плюс, насколько это все у вас тут органично. Это все произошло. Это же тоже история. А еду – это как часть культуры. Мы никогда не вычеркнем сплетение японских традиций, корейских традиций. Гастрокэмп проходит на Сахалине впервые. Мероприятие даст местным мастерам кулинарного дела, а также жителям и гостям областной столицы ценный опыт, которым поделятся повара международного уровня на мастер-классах. Мы не умоляем достоинства наших островных шеф-поваров. Чему-то вас научат наши эксперты, а чему-то вы их научите. Это задача обмена синтеза энергии. Интересная особенность гастрономического туризма на Сахалине – слияние русских, корейских и японских гастрономических традиций. У вас уникальная ситуация, потому что такого количества продуктов, которые связаны с корейской и японской кухней, ни в одном другом городе я не видел и думаю, что нет. Очень своя особая субкультура, и с этим тоже надо понять, как с этим работать, как сделать эту субкультуру достоянием всех жителей нашей страны. Гастрокэмп продлится до 10 февраля и послужит стартом целой серии мероприятий в рамках фестиваля «На важный фест», который пройдет в 17 заведениях общественного питания Сахалинской области. Эльвира Хан, Павел Соловьев, телекомпания ОТВ. В областной столице подвели итоги очередного этапа народного голосования Сахонлайк. На этот раз определяли победителя в номинации «Лучшая стоматология Южно-Сахалинска». Победу с небольшим отрывом одержала Дентал Студио. В знак общественного признания им вручили Стеллу Сахонлайк. Я искренне рада нашей победе. Для нас это было действительно важно. Почему? Потому что в ходе голосования было видно, что за нас голосует огромное количество людей. Это очень здорово и важно, потому что люди доверяют нам. Спасибо тем, кто голосовал за нас. Наша команда и дальше будет работать также сплоченно для вас. Голосование за лучшие организации и людей разных профессий островного региона еженедельно проходят в телеграм-канале «Сахалин Курилы». Принять участие в них может каждый желающий. Первенство и чемпионат Дальнего Востока по карате Докио Кусинкай собрали более 700 участников из 9 регионов. В последний раз областная столица принимала подобные соревнования в 2003 году. В поединках приняли участие как опытные спортсмены, так и делающие только первые шаги на спортивной стезе бойцы. О том, как прошли состязания, расскажет Екатерина Кулинченко. Истинная цель искусства карате Докио Кусинка – это не победа или поражение, а становление личности. Отстоять честь родного края и показать свое мастерство предстоит дальневосточным спортсменам. За звание сильнейших боролись представители Приморского, Хабаровского, Забайкальского и Камчатского краев, Амурской и Еврейской автономной области, Чукотского округа и Республики Саха, Якутия. Участники выступили в дисциплинах ката и кумите. Отмечу, что впервые такое количество участников, у нас порядка 700 человек, 9 регионов из 11 сегодня здесь присутствуют и представляют своих спортсменов. Мы понимаем, что эти соревнования являются отбором на чемпионаты первенства России, поэтому значимость, их важность переоценить просто невозможно. Принимающая сторона Сахалинская федерация Кио Кусинкай – это серьезное испытание, требующее высоких организаторских способностей. Наша сборная готовилась к этому мероприятию целых полгода. Мы летом начали подготовку, так как данный турнир очень значимый в нашем календарном плане. Выиграть его очень сложно. Для многих ребят это первый шанс показать все то, чему их учили. На чемпионате выступали и опытные спортсмены с богатой спортивной биографией. Я была чемпионкой, четырехкратной чемпионкой Дальнего Востока, то есть это вот то, что сейчас проходит с первенства ДФО. Серебряный призер России, неоднократный, бронзовый призер Европы, чемпионка международных соревнований, очень многих. Сейчас дальше планирую стать пятикратной чемпионкой Дальнего Востока. Спарринг по правилам Кио-Кусенка и проходит в полный контакт. Здесь было все – пот, кровь, слезы от радости победы и от горечи поражения. Эти соревнования были для меня новым опытом. Конечно же, новый уровень, сложнее стали. Но ничего, я не сдаюсь. Победители и призеры примут участие в первенстве России, которое пройдет в конце марта в Москве. Екатерина Кулинченко, Павел Соловьев, телекомпания ОТВ. В Углегорске впервые за 20 лет состоялись региональные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплинов. До этого матчевую встречу между углегорцами и южносахалинцами здесь проводили еще до реконструкции спортивных сооружений. И сейчас на старт вышли более 40 летающих лыжников. О их полетах расскажет Игорь Антипов. А спортсменам желаю новых рекордов, новых побед во благо нашего района, области и страны. Спасибо. Летающие лыжники Углегорска, как и прежде, составляют соперникам большую конкуренцию. Мастера спорта Артем Мясников и Максим Колобов находятся в составе сборной команды России. На подходе к ним Данил Красковский. Значимые победы в своем активе имеют и тренеры Денис Веселов, Виктор Раткевич и Евгений Стефанов. Взрастил ребят главный наставник Александр Койнов. За здоровьем, ну, ходите пешком побольше, не сидите за компьютером, больше гуляйте, зимой на лыжах, летом плавайте, на велосипеде ездите. Два года назад здесь установили специализированный трамплин на 40 метров. Задача – сделать их летние варианты с искусственным покрытием, чтобы можно было парить на Дуглегорском круглый год. Третий год занимаюсь. Я раньше ходил на беговые лыжи, а потом увидел, как другие ребята прыгают и тоже захотелось летать. А почему тебе не страшно? Почему я не боюсь? Я посмею. Вот и не боюсь. Спустя 20 лет после матчевой встречи в Углегорске решили впервые провести региональное первенство. Участвует в нем чуть больше 40 островных прыгунов. Поддержку оказала Восточная горнорудная компания. Условия для проведения складываются непросто. Здесь очень сильная ветровая нагрузка, но ребята справляются. Я хочу стать профессиональным тренером, как Владислав Олегович. Ну, бегать в марафоны. И, наверное, стремиться к лучшему. Лидеров определили на трех трамплинах малой и большой мощности. На К-40 среди девчат установлен новый рекорд. На 37,5 метров улетает Диана Ермоленко из Южно-Сахалинска. На нем же среди юношей у Григориц Илья Козлов пересекает отметку 42 метра. Игорь Антипов, телекомпания ОТВ. Я напоминаю, что эти другие новости вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале ОТВ «Сахалин», также на сайте нашего информационного агентства «Сах.онлайн» и, конечно же, в социальных сетях. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Время стартовать! Успей подать заявку на 25-й «Сахалинский лыжный марафон» памяти Фархуддинова. Регистрация уже началась. Впервые марафон займет два дня. 8 и 9 марта тебя ждут две гонки – свободный и классический стиль. Трассы соревнований проложены из точки в точку. Старт в поселке Лесное Корсаковского района. Финиш в городском парке Южно-Сахалинска, где тебя встретят болельщики, горячий обед, фотографы и фан-зона. Общий призовой фонд – 3,5 миллиона рублей. Регистрация проходит на сайте skisachmarathon.ru. Успей подать заявку до 4 марта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok